Добрый вечер. Сегодня мне завидует все мужское население Амурской области, потому что сегодня у нас в гостях самая красивая актриса телеканала ТНТ Наталья Бочкарева. Наталья, здравствуйте. Эти цветы для вас. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо огромное, что вы согласились с нами побеседовать. И, наверное, вместо слова здравствуйте было бы хорошо сказать вам бонжур, потому что я знаю, у вас есть история, связанная с этим словом. Благодаря этому слову вы получили автомобиль в споре с супругом. Дело в том, что это произошло совершенно случайно в Париже, когда мы отдыхали всей семьей. Я там работала, а семья моя отдыхала со мной. И действительно получилось так, что бонжур, бонжур. Все особо не изморачиваются со смыслом. Слово на слуху, а что значит, точно не знали. А я все-таки изучала французский язык и в институте, и в школе. Так зачем же супруг с вами стал спорить, если он знал, что вы учили французский? Нет, это здравствуйте. Я говорю, нет, слово здравствуйте, оно, ну, как вот в великом, могучем русском языке. Здравствуйте – это одно слово, доброе утро – это совсем другое. Да, да, да. И мы с ним поспорили, действительно так. Он, наверное, знал заранее, что он проиграет. Ну, не знаю. Ему было не жалко, видимо, проиграть, он был готов к этой жертве. Ну, да, но тем не менее, да, такой спор был. Надавек, посмотрел вашу фильмографию. Честно говоря, вот для вас, для вас такой яркой и талантливой женщины, и актрисы, на мой взгляд, очень скромная фильмография. Почему, что так? Режиссеры не жалуют, обходят стороной? Скажу вам честно, нет, у меня до этого были фильмы, и вот буквально сейчас на Первом канале выходит новый фильм. Ну, это, наверное, больше, скорее всего, телевизионный, так сказать, фильм, который называется «Отцы и дети». Ну, безусловно, канал ТНТ и проект «Счастливого вместе», он, конечно, как вам сказать, съедает, съедает и все мое время. И, наверное, задает какой-то уже определенный характер или ампуа, наверное, меня, как актрисе. Хотя это совершенно не так. И по театральным ролям, и по другим ролям это видно. Другое дело, что многие режиссеры, наверное, уже как-то, как сказать, к тебе прикрепилось какое-то уже, знаете. Вот об этом хотелось спросить. У вас нет ощущения, что вот роль Даши Букина стала миной замедленного действия? Как в свое время роль Шурика для Демьяненко или няня Вики для Заворотнюк. Роль, которая может погрести под собой навсегда. Роль-приговор. Вы знаете... Вроде бы подарок судьбы, но вместе с тем и приговор. Ну, я вам хочу сказать, что это все-таки подарок судьбы, нежели приговор. Лена! Только не надо меня применить. Я тебя не бью! Как не дать мужу расслабиться? Одними у него самое дорогое. Дай мне пульт! Но трави на него сына. Преврати его жизнь в мак. Лизыки, садана! Ситком «Счастливо вместе». Я не поленился, прокалькулировал. Шесть сезонов. Вместе 365 серий. Это если смотреть каждый день по серии, это уйдет на это целый год. Как вы думаете, финал будет когда-то этому всего? Вы обречены уже, и мы вместе с вами обречены смотреть все сериалы. Ну, я вам хочу сказать, что финал, безусловно, будет. И я думаю, он уже близок. Честно сказать, я думала, что... Этот финал вот-вот наступит, новый сезон, но нам не показывали последнюю, так сказать, серию. И благодаря последней серии мы узнали, что продолжение следует. Хорошо. А о фестивале вы привезли спектакль «Русское лото» по пьесе Василия Сигарева, который является... да? Да. Он является и драматургом, и режиссером. В данном случае он не режиссер, он драматург. Да. Ваша героиня, Гарина Львовна, которую вы там играете, характеризует авторов как чрезвычайно отчаянная женщина. Это про вас или нет? Да, безусловно. Вы чрезвычайно отчаянная? Да. Я рискованная и отчаянная. Это правда. Роль, которую вы играете в «Русском лото», люди... ну, наверное, может быть, это вам не очень приятно. Люди, которые идут на спектакль, они наверняка ждут вас от чего-то подобного, что они уже видели на тенте. Вы пытались разломать этот стереотип? Привнести в роль совершенно другой характер? Вообще роль про другое. Про другое? Роль про другое. Жизнь, история про другое. Мало того, я хочу сказать, что благодаря как бы театральным ролям нет ни одного повторения характера Даши Букина. Но ведь это комедия. Да, это комедия, но я бы сказала, в любой ведь комедии есть и трагедия. Ну, чистого жанра не бывает никогда, ни в чем. Конечно. Поэтому хочу сказать, что эта роль, она для меня очень важна, потому что, знаете, она о нас. Она о нас, о нашей советской действительности, о наших простых людях, которые действительно, к сожалению, к великому, там, за выигрышный билет, за 25 тысяч порою способны на многое. Я знаю, вы пытались всегда заходить в разные реки, в разные воды и пытаться попробовать себя в одном, в другом. В Яралашево снимались, да? В одном выпуске? Да. Была история, называлась «Мама всегда права». А в вашей семье мама всегда права? Да, мама права. Всегда права. У мамы, у папы есть перед моими детьми тот авторитет непреклонный. Конечно же, когда папа там в командировке или где-то на работе, мама – это все, это закон. Когда есть папа, то, безусловно, даже мама слушается папу. То есть, если, например, мама что-то разрешила, а папа сказал «нет», значит, слово «нет» распространяется даже и на маму. Вы себя пробовали в роли телеведущей? Да. На Украине? На Украине. Нет, и в России тоже на НТВ я вела программу «Живут же люди». А вот на Украине была программа «Взвешенные и счастливые», да? Да. Такая точно была? «Взважение и та счастливые». Вот, я прочитал, что после того, как вы провели первый сезон, от ваших услуг отказались, и одной из причин был тот факт, что вы так и за весь сезон и не научились правильно выговаривать это название. Причины, я думаю, однозначно были другие, и, честно сказать, мне было этого достаточно, потому что проект, на самом деле, был очень хороший. И у нас в России, мне кажется, тоже нужен такой проект, который помогает людям не только психологически, но и морально, и даже физически справляться с проблемой большой. Но результаты он давал ощутимые, да? Это правда. Вот вы принимали участие в разных телепроектах, большие гонки, танцы со звездами, по-моему, и у нас, и на Украине дважды принимали участие. Вот лично вам это для чего нужно? С какой целью вы это делаете? Чтобы открыть в себе что-то новое, или же это нормальное артистическое желание засветиться лишний раз, чтобы обратить на себя внимание? Вы знаете, пиаром и засвечиванием я вообще не занимаюсь, и, как сказать, я даже об этом не думаю, серьезно. И, как правило, те программы, передачи, которые так или иначе снимаются, да, наверное, по большому счету, мне всегда интересно, когда люди интересуются, да, там, мною, или интересуются какой-то моей историей. Но я никогда сама не лезу и не навязываю свои какие-то жизненные истории, и не пытаюсь залезть, там, так сказать, в камеру к популяризации своей, к пиару. Я отношусь абсолютно спокойно. Если не в плане шоу-бизнеса, а с другой стороны посмотреть, вам не хотелось никогда начать сольную карьеру певицы, допустим? Потому что я посмотрел, как вы пели на танце со звездом Силипом Киркоровым, Таня, табор уходит в небо, это просто что-то потрясающее. Вы не задумывались? Вам предложения не поступали? На самом деле были предложения, и, может быть, даже когда-нибудь я это и попробую сделать. Но на данный момент моя актерская профессия меня настолько, как сказать, захлестнула и удерживает в своих сетях, что нет ни времени, ни, так сказать, ни даже свободных сил, чтобы этим заняться. Потому что я еще пишу картины маслом, у меня очень много других еще увлечений, так сказать. Поэтому, отвечая на вопрос, почему я танцую, пою, на самом деле я всегда занимаюсь теми вещами, которые мне интересны. Если вдруг когда-то вы выйдете как певица, возможен вариант, что вы выйдете вместе с дочерью Марией, она участницей коллектива «Непоседы», она выступала в дворце кремлевском, с Кобзоном пела, да? Да, да, было такое. То есть у нее опыта побольше вашего в плане вокала? Я вам хочу сказать, у нее и таланта даже побольше. На самом деле, те вещи, которые она делает сейчас, в 4 года, я в 4 года еще не делала. Вы пишете картины, вы сказали. Да. В каком жанре, в каком направлении? Пейзажи. Пейзажи. Я, наверное, ближе к маринистам, морские пейзажи. Ивана Ивазовский вам близок? Очень. Очень близок? Да. У вас картин много накопилось уже? Вы знаете... Выставки еще не устраивали? Мои картины есть и в Америке, и в Японии. Они, опять-таки, у друзей в России есть и у Филиппа Киркорова, и у Олега Павловича Табакова, у многих есть. Я к чему клоню просто. У нас год назад на Амурской осени, на нашем фестивале, артисты Лев Прагунов и Валентина Теличкина, оказалось, что они тоже живописцы, они привозили свои картины, и здесь они выставляли их. И люди приходили, смотрели на эту выставку. Прекрасно. Вот я бы хотел предложить вам хотя бы задуматься, подумать, спланировать, возможно, приехать сюда... На следующий год. На следующий год. Еще, не уже, а еще и в качестве художника. Я думаю, нашим зрителям было бы очень интересно... С удовольствием. ...открыть для себя вас еще и как пейзажиста-мариниста. С удовольствием привезла бы. Приезжайте к нам еще и еще в любом качестве и актрисы, и певицы, и художника, и в каком угодно. Наши морские зрители вас очень-очень любят. Друзья, у нас в гостях была Наталья Бочкарева. Человек замечательный, непредсказуемый, удивительный. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Привет Благовещенскому. Субтитры подогнал «Симон»